Сегодня мы научимся заплетать свою дочку в школу, так чтобы ей было удобно, красиво. Я покажу интересную косу, называется 3D коса с использованием резиночек. Итак, начнем. Нам нужно выделить большую часть волос на макушке. Берем несколько резиночек и делаем хвостик. Для такой 3D косы нам понадобится расческа, силиконовые резиночки и один зажим. Или обычная заколка, чтобы можно было убрать волосы, чтобы они нам не мешали. У нас получился один хвостик. Мы его пока убираем, делаем, поднимем параллельно еще один. Берем большие пряди волос, хорошо прочесываем. С момента мытья волос прошло хотя бы 5-6 часов, так чтобы хорошо были волосы просушены феном. Тогда они не будут распадаться при плетении. Потому что свежевымытые волосы, они достаточно скользкие и сложно будет с ними в принципе что-то сделать. Можно вымыть, например, голову с вечера, хорошо просушить феном, а утром уже заплетать. Это будет самый идеальный вариант. У нас получилось 2 хвоста. Делим верхний хвост на 3 части. Вот у нас получились 3 хвостика. Мы их прочесываем, так чтобы нас не запутывалось. Нижний хвост мы делим на 2 части. То есть верхний на 3, нижний на 2. Центральную прядь верхнего хвоста мы располагаем между двумя хвостиками нижнего. Все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Вот, получается 3 верхние пряди мы пропускаем между двумя нижними. Тот хвост, там где у нас 2 пряди, мы убираем наверх, чтобы нам он пока не мешал. У нас получились 3 хвостика. Мы к этим хвостикам добавляем еще волосы, делаем подхват. Мы берем несколько резиночек и тот хвостик из 3 прядей, который у нас получился, объединяем с волосами, которые мы подходили только что. И просто делаем один общий хвостик. Теперь мы волосы, которые у нас были заколоты зажимом, опускаем вниз. И прядки, которые из 3 хвостиков у нас получились, мы можем вытягивать. Вытягивать можно смело, не бояться, так чтобы у нас наша коса была достаточно объемная и пышная. У нас получилось 2 основных хвоста. Верхний хвост из 2 прядей мы делим на 3. Мы его объединили и заново делим на 3 пряди. Теперь точно так же нижний хвост мы делим на 2 пряди. Основной принцип у нас остается тот же. Среднюю прядь верхнего хвоста мы проводим через 2 пряди. Получается у нас как в шахматном порядке. Нижний хвост мы точно так же поднимаем наверх и убираем, закалываем. Вот опять получилось 3 пряди. Точно так же мы делаем подхват с одной стороны и подхват с другой стороны. И завязываем все это резиночкой. Теперь опять же убираем прядь, которая у нас была подколота. У нас вот получилось 3 петельки, которые мы вытягиваем, делаем объем. У нас получились снизу 3 пряди, которые мы объединяем с последним подхватом волос, с последними свободными волосами и завязываем их в хвостик. Юль, расскажи, насколько подобное плетение у нас надежно? Эта коса одна из, наверное, самых надежных, которая в принципе может существовать. За счет того, что каждый проплет у нас фиксируется резиночкой, волосы не скользят. Юль, как долго может ребенок ходить с таким плетением в школу? Возможно ли несколько дней при условии аккуратного сна? В принципе, да, при условии аккуратного сна и качественного исполнения косы, в принципе, 2-3 дня, я думаю, спокойно можно. Тем более, если у ребенка волосы не сильно скользкие, то, я думаю, больше. Теперь у нас принцип остается тот же, только без подхвата. У нас, получается, всегда будет сверху 2 пряди и снизу 1 хвостик. Верхнюю прядь мы все время будем распределять на 3 части, нижнюю на 2. Вот такая пышная коса у нас получилась. Лишнюю пушистость мы можем сбрызнуть лаком, немножко ее зафиксировать. Приглаживаем. И боковые части тоже немножко прочесываем, чтобы у нас был завершенный. Для того, чтобы добавить немножко праздничности и нарядности нашей пещески, можно использовать какие-то заколки, шпильки. Более торжественный вид получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова